друзья всем большой привет привет с вас на своем канале ну что мне приспичило захотел я приготовить узбекскую лепешку получится у меня должно где-то 6 штучек небольших подробнее все по ингредиентам я укажу как обычно в комментарии закрепленном либо в описании под видео зайдете прочитайте сколько чего нужно добавить готовится очень просто быстро понадобится соль мука обязательно дрожжи вы можете брать любые я беру вот такие маслицы растительные вот я уже заранее подготовил вода теплая либо молоко как вам удобно и яйцо для смазки и одну из лепошек я сделаю с укропом сушеным вот уже подготовил и в нее добавлю лук сушеные уже показывать какими пользуюсь вот мне нравится вот такой очень классный все готовится все очень быстро и просто сейчас быстренько замесим с вами тестушка и так муку я уже заранее россию выберите ту которую вы обычно пользуетесь у каждого своя любимая теперь сюда добавляю соли и по вкусу как хотите как вы привыкли чуть-чуть совсем немножко добавлю сахар очка слишком много не добавлять иначе она у вас получится сладко теперь сюда я добавляю водичку напоминаю вода теплая растительное масло тоже теплая что многие знаю хранят холодильнике и дрожжи быстродействующие все где-то примерно 45 грамм достаточно теперь аккуратно руками начинаем замешивать тесто какое тесто получится я вам покажу итак вот такое вот тесто у вас должно получиться видите какое оно мягенькое все так теперь нам его нужно немножко оставить я закрываю крышкой выбираем в теплое место оно должно у нас подняться вы можете пленкой накрыть в общем чем удобно поднимаем тесто так ну что прошло полчасика тесто немного как видите приподнялась этого достаточно продолжаем очень решил сделать не 6 небольших лепешек а 4 поэтому сейчас разделим на четыре равные части вот такую колбасочку посмотрите какое мягкое тесто нежное нежное получается пополам смотрите какое это пополам и вот это тоже пополам теперь из этих частей формируем шарики на весу неудобно очень так показывать увидеть какие не получаются замечательные то что нужно и растягивайте по такому размеру который вам нужен а эту как я и сказал сделаю с укропчиком совсем немного сейчас еще раз буду делать колобочек потому что укроп надо вмешать хорошо и добавлю совсем немного сушеного лучка и все сейчас вмешаю также и сделаем нужную форму теперь вот так вот вилочкой хорошо прокалываем где вы можете если у вас есть специальное приспособление сделать нужные узоры у меня нету поэтому я сделаю вот так вилкой и накрываем чем-нибудь можно полотенчиком минут на 15 и разогреваем духовку до 190 180 градусов еще с помощью ножниц я сделал такие красивые разрезы все накрываю полотенчиком пусть стоят идем разогревать духовку ну и последний наш штрих обязательно смазываем яйцо прямо перед тем как отправить духовку хорошо смазываем не жалеем вот так я делаю это кисточкой вы можете так как вам удобно можно желтком можно вот яйцом просто полностью сбить как я сделал как вам удобно все на ваш вкус все выпекаем наши лепешки я убегаю с конвекцией а минут 20-25 конечный результат покажу только посмотрите какая красота получилась они очень мягкие ароматные сейчас остынут кстати когда они горячим можете сверху еще немного присыпать сыром вообще конечно желательно посыпать кунжутом или какими-то семечками у меня дома это никто не любит поэтому я ничем не посыпал а так можете присыпать пока не горячий сыром это тоже будет очень вкусно но это уже дело каждого а так они получаются очень мягкие посмотрите вообще нажимаешь но прям уже все мягко и ароматно приятного аппетита